Да, все, я все вспомнил. Значит, нам нужно сотрудничать со всеми, но задача и в том, чтобы не создавать какие-то мифы. Вот существует иллюзия, что Китай нас спасет, что Китай наш брат, что Китай наш друг, что в Китае вообще там нас жаждут видеть и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вы знаете, что уровень товарооборота между Россией и Китаем ниже, чем уровень товарооборота между Китаем и Ангулой. Китайские банки фактически присоединились к европейским санкциям, и китайские банки не кредентуют российские банки. Вообще в Китае сейчас происходят очень серьезные события, очень серьезные трансформации. Один из моих очень хороших друзей как раз китайский диссидент, или не знаю, как лучше его назвать. Ну, короче говоря, человек, который, ну, скажу так, журналист, который работает в России на китайское радио, работающее в США. И у него очень важная и очень, так сказать, актуальная информация из Китая. Мы с ним постоянно обмениваемся новостями. Вот он мне рассказывает, что нынешний руководитель Компартии Китая, председатель Си Цзиньпин, вот в моей терминологии, это такой новый Александр Дубчик. Это человек, который в некотором смысле готовит и проводит декоммунизацию Китая. То есть это вообще будет совсем другая страна. Там идет сейчас острейшая борьба. Си Цзиньпин ведет бескомпромиссную антикоррупционную борьбу. Уже было на него несколько покушений. И ему противостоит группа Дианземина, который до этого был во главе Китая. Вот. Поэтому, то есть в Китае идут очень важные процессы. И когда мы говорим, дружба, там, обмен, так далее. Знаете, что, когда начиналось строительство газопровода «Сила Сибири», который непонятно зачем строит, непонятно какая будет цена, вообще нужна ли нам. Но Си Цзиньпин не приехал на открытие строительства. Хотя президент России там был. А спустя несколько недель в Туркмении начиналось строительство газопровода, который тоже направлен в Китай. И вот туда Си Цзиньпин приехал. Поэтому просто нужно понимать, что информация Китая очень сильно мифологизирована. То, что нам нужно... Но в китайской традиции, в китайской политической традиции всегда поддерживать хорошее отношение с соседями. Поэтому можно, так сказать, в этом смысле полагаться, что Китай и с новым руководителем будет стремиться иметь нормальное отношение с Россией. Но просто не надо строить иллюзии, что Китай будет с нами противостоять Америке. В Китае, кстати, вот у нас жуткая антиамериканская пропаганда. У нас чуть что, каждый второй несогласный, он, значит, пятая колонна и иностранный агент. В Китае вообще нет антиамериканской пропаганды, такого нет. Они решают свои проблемы сами.